Купить квартиру это только полдела. Главное стать ее полноправным хозяином. Часто бывает, что бывшие владельцы не торопятся сниматься с регистрационного учета. И покупатель годами вынужден оплачивать за них коммуналку. Как избежать такой ситуации? Когда вы выбрали жилплощадь и договорились о ее цене, разделите всю сумму за квартиру на три части. Аванс. Обычно это 1-2% от общей стоимости. Основная часть. Ее продавец получит только после регистрации сделки в Росреестре. А 10% цены недвижимости заложите в отдельную банковскую ячейку. Условием доступа к ней будет предъявление выписки из домовой книги о снятии с регистрационного учета бывшего владельца квартиры и членов его семьи. Установите срок на выписку, например, один месяц. Если прежний хозяин не успеет или не захочет выполнить свои обязательства, эти деньги возвращаются покупателю. И вы сможете потратить их на судебный процесс, в результате которого бывшие собственники 100% лишатся регистрации в вашей квартире. И еще. Покупая жилплощадь, имейте в виду, если в ней прописан человек, который отказался от приватизации, то он имеет право регистрации пожизненно. Даже суд не поможет вам это исправить. В этом случае добиться добровольной выписки до перехода права собственности нужно обязательно. Продолжение следует...